Музыка Настоящий переворот в технике 17 века принесли устройство, где по действию пара начинал двигаться поршень, который приводил в действие целый механизм. Такие устройства назвали паровыми машинами. Первым создателем паровой машины был Джеймс Варк. Это произошло в 1774 году в Англии. Перед вами точно уменьшенная копия такой паровой машины. Ребята, давайте заставим пар работать. Давайте! Ну, чтобы посмотреть на тепловую машину в движении, нам нужен помощник. Лев, поможешь нам разжечь топку? Легко! Подождем несколько минут. Вода должна прогреться. Сухой спирт является горючим. Мы подожгли его и ждем некоторое время. Вода прогревается не сразу. На это нужно несколько минут. Начинает выделяться водяной пар. Барометр измеряет давление. Он изменяет свои показания с течением времени. Паровой котел может сорваться, если давление превысит определенное значение. Поэтому в данной машине есть клапан, через который спускается лишний водяной пар. Когда водяного пара будет достаточно, заработает целый механизм. Пар заставит его вращаться. Пар будет совершать работу. Как вы видите, тепловую энергию можно превратить в электрическую. Сегодня мы увидели в том, что человек, обладающий научными знаниями, способен управлять физическими процессами. Наука это ДОРАВА!